Какова формула успеха движения ТОС и как привлечь граждан к территориальному общественному самоуправлению? Об этом мы не только сегодня говорили на расширенном заседании постоянной комиссии собрания депутатов Неницкого округа по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. К диалогу региональные парламентарии пригласили своих коллег из Архангельского областного собрания, представителей законодательной власти Поморья, а также ярких представителей территориальных общественных самоуправлений и соседней области Неницкого округа. Все вместе обсудили состояние, проблемы и перспективы развития ТОСов на обеих территориях. За 10 лет количество ТОСов в Архангельской области увеличилось в 20 раз. Таким образом, сегодня в Поморье действует 1029 территориальных общественных самоуправлений, 973 в сельских поселениях и 56 в городских округах. Начинать строить такой институт было непросто, говорят законодатели Архангельской области. Я, может быть, был свидетелем, когда зарождался этот институт для депутатов областного собрания. Во многом было непонятно, все так это сомневались, стоит ли предусматривать в бюджете деньги на этот институт. А сегодня, когда я представляю в областном собрании Пенежский или Шуконский районы, это северо-восток Архангельской области, и когда мы приезжаем в маленькую деревушку, маленькое поселение, из зала звучит вот это слово ТОС. Опыт соседей в деле развития гражданской инициативы богатый и интересный. Начав однажды с ноля, сегодня власти Поморья активно поддерживают архангелогородцев, которые собственными силами улучшают качество жизни людей на своей территории. Успешность архангельских ТОСов заключается или состоит из двух компонентов. Это прежде всего инициатива наших граждан на местах, у нас особенно сельские ТОСы, и поддержка государственная и муниципальная. И вот из этих двух компонентов только можно сделать такую прекрасную систему, которая работает у нас в Архангельской области. Один из самых ярких примеров ТОСовского движения в Архангельской области – территориальное общественное движение «Заозерия» и его бессменный председатель Татьяна Каратаева. 15 лет назад вместе с односельчанами, благодаря лишь собственной инициативе и огромному желанию жить на малой родине, они не дали исчезнуть своей маленькой деревушке. Ситуация типичная для большинства маленьких населенных пунктов 90-х годов. Отделение совхоза прекратило свое существование в силу своей нерентабельности. Безработица, отток населения и как следствие закрытие медпункта, малокомплектной школы и сельского клуба. Что делать не знал даже глава муниципального образования. И тогда инициативу взяли в свои руки сами жители. Поселение смогло выжить в новых экономических условиях. «Населенный пункт, сегодня численность его уже приближается к тому, что было в 90-е годы. Рождаются дети, строятся новые дома. Но самый первый проект, в который никто не верил, это был Дом Надежды. Мы перевезли пустующее здание из соседнего села и открыли дом-интернат для престарелых и инвалидов. И уникально то, что этот проект, он потянул множество других проектов. Понадобилась начальная школа. Сегодня работает дошкольная группа, кратковременное пребывание. Индивидуальный предприниматель построил магазин, его открыл». И это лишь малая часть того, что было сделано ТОСом за 10 лет. Подобных примеров в Архангельской области не перечесть. Территориальное общественное самоуправление в первую очередь решает проблемы благоустройства своих территорий, строит детские и спортивные площадки, ремонтирует дороги и тротуары, решает проблемы ЖКХ, оказывает социальную помощь нуждающимся, организует досуг молодежи и пенсионеров. Направление деятельности ТОСов – все, что волнует граждан. «Как бы мы ни старались пока, мы находимся только в начале этого пути. И вот их несомненные успехи, которые были отмечены даже на всероссийском уровне, способствуют нашим контактам и, я думаю, и нашему росту в этом направлении, в направлении развития ТОСов как одной из форм активизации гражданского общества». «Вот то, что власть не увидела, допустим, небольшие и малые дела, о чем мы с вами часто говорим, вот здесь мы хотели бы, чтобы люди, инициативные люди как раз обратили на это внимание и решали вопросы в ускоренном порядке, без лишних формальностей. То есть мы здесь на торги не выходим, понимаете, поэтому здесь личная ответственность и порядочность граждан, она, вот как сказать, она в первооснове. Поэтому мы здесь хотим задействовать как раз вот инициативу тех людей, которые заинтересованы в том, чтобы сделать наши поселки, наш город лучше». Сегодня в Нинецком округе успешно действуют 9 ТОСов – 8 в Наринмаре и 1 в Хангурее. Граждане успешно реализуют собственные инициативы по вопросам местного значения, выигрывают на эти цели средства, участвуя в различных конкурсах грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. «В каждом населенном пункте может быть не по одному ТОСу, потому что есть у нас населенный пункт, который большие, да, есть там определенные микрорайоны, поэтому в идеале, да, в каждом населенном пункте как минимум по одному ТОСу должно быть. И через эти ТОСы более оперативно решаются все вопросы местного значения, которые волнуют население». В Нинецком округе создана правовая основа деятельности ТОСов. Есть окружной закон о государственной поддержке территориального общественного самоуправления, о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Кроме конкурсов грантов и субсидий для НКО, в этом году впервые запущен проект по инициативному бюджетированию. А главное, в Нинецком округе есть большое число инициативных граждан, которые могут объединяться в ТОСы и делать свою жизнь и жизнь своих соседей лучше. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал Север.